МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шалом на первом еврейском новости. Главное за 7 минут. Студия Григорий Бутлицкий. И сегодня в выпуске. У каждой общины свой счёт. Мероприятия памяти жертв Холокоста прошли по всей стране. Тысячи горских евреев в плену. Самое крупное сохранившееся гетто на территории России было создано на Северном Кавказе. Хватит воды. Главный раввин Израиля распорядился прекратить молиться о дожде. И начнём с обзора наиболее заметных событий этого дня. Президент Польши Анджей Дуда пообещал пересмотреть новый законопроект о Холокосте, принятый Сеймом в минувшую пятницу. Он устанавливает штрафы или трёхлетний срок за любые попытки выставлять поляков соучастниками преступлений гитлеровской Германии и запрещает называть нацистские концлагеря польскими. Поздно вечером в воскресенье состоялась телефонная беседа премьер-министров Израиля и Польши. И по сообщению израильской стороны была достигнута договорённость о немедленном начале диалога между специалистами обеих стран в попытке прийти к взаимопониманию в отношении принятого закона. Сегодня состоялся очередной визит премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в Москву, в рамках которого прошли его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Их темой стали региональные проблемы, в частности, противодействие укреплению Ирана на территории Сирии, обострение противостояния курдов и турецкой армии и координация действий Цахала и российских войск. Это седьмой визит Нетаньяху с момента начала российской военной кампании в Сирии. В этот раз его сопровождают министр экологии и глава военной разведки. Помимо переговоров с Путиным, Нетаньяху принял участие в открытии выставки «Сабибор», победившей смерть в Еврейском музее и Центре толерантности. Наша общая задача — бороться с такими крайними идеологиями. Репортаж об этом событии мы покажем завтра. Курсанты Суворовского военного училища побывали на экскурсии в Мемориальном музее памяти жертв и героев Холокоста во Владикавказе. Музей, созданный при общинном центре «Шалом», носит имя Александра Печерского. Узник концлагеря «Сабибор» в Польше организовал и возглавил восстание, в ходе которого за полтора часа большинство офицеров были убиты, а вырвавшиеся на свободу 150 человек ушли к партизанам. Будущим защитникам Родины рассказали о юных героях евреях, о подвиге Красной Армии и об истории освобождения лагеря смерти освенцам. «Это скелет чуть живого ребенка, это с глазами старухи девчонка, смерть, что с улыбкой идет не спеша, это шоа». Шесть миллионов евреев погибло. С чем сравнить эту цифру? Вот как вы считаете? Вот с чем? Много это или мало? Я его сравниваю с городами, миллионщиками. Например, в Москве 12 с лишним миллионов. Это по пол Москвы, а в Питере 5,5 миллиона. Так это считайте Питера нет целиком. Больше 0,6 миллиона. Вы придумай, выдумайтесь в эту сумму, в это число. Это ужас. Неделя памяти жертв Холокоста в Москве завершилась большой пресс-конференцией с участием президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды и президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера. Репортаж Марата Мардыхаева. Холокост как способ сохранения исторической памяти. Именно эта тема стала ключевой на пресс-конференции. Главы еврейских организаций обсудили проблемы преподавания Холокоста и нацистских преступлений в годы Второй мировой. В 2005 году Генассамблея ООН 27 января был учрежден Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день вспоминают о мучениках Холокоста, почитают оставшихся живых и скорбят по погибшим. Важнейшая вещь и респект министру образования Васильевой день, 27 января, является памятным днём по её приказу и отмечается во всех учебных заведениях Российской Федерации. Утверждено методическое пособие по преподаванию этого предмета в школах. Значит, в прошлом году мы совместно с Российским государственным гуманитарным университетом создали центр изучения Холокоста и геноцидов. Холокост – одно из самых чудовищных явлений 20 века. Массовые преследования и истребления еврейского народа нацистами. На оккупированных территориях Европы и Советского Союза были организованы лагеря смерти и гетто, где миллионы людей были расстреляны и уменьшлены в газовых камерах. Но несмотря на все эти ужасы и сегодня находятся те, кто отрицает Холокост, фактически реабилитация фашизма началась сразу после войны и продолжается до сих пор. В 90-е годы вот сейчас появляется масса независимых, появилась независимых государств, которые ищут свою идентичность и не могут найти. И они вынуждены, они находят ее в тех героях, которые все годы послевоенные причислялись часто к нацистским преступникам. Одно из, мне кажется, колоссальных достижений России – это минимальное количество антисемитских происшествий. Это Россию делает очень в выгодном свете, представляет на фоне европейских событий. Даже возьмем запрет на обрезание в Европе, запрет на ритуальный забой скота. Это на самом деле тоже проявление семитизма. В результате жестокого геноцида было уничтожено около 6 миллионов евреев. На территории России самое крупное уцелевшее гетто было создано на Северном Кавказе, в Нальчике. В плену оказались тысячи горских евреев. Самое большое гетто уцелевшее в городе Нальчике. 4 тысячи евреев, горских евреев, пережило оккупацию. Прежде всего потому, что местное население там не проявляло активности, мягко скажем, мало того, что поддерживали, не проявляли активности уничтожения евреев. Еще были общины горские на Кавказе, которые уцелели. Избавление наступило 27 января 1945 года, когда советские войска освободили узников Освенцима. Чтобы не допустить повторения ужасов фашизма, нужно говорить об этом, напоминать человечеству о Холокосте. Главный ашкинастский раввин Израиля Давид Лао распорядился, чтобы общественные представители, в том числе раввины, прекратили молиться о дожде, поскольку, цитирую, «Господь услышал молитвы и разверз небесные врата». При этом, согласно письму Лао, в индивидуальном порядке евреи могут молиться столько, сколько считают нужным. Два месяца назад, в связи с очередным засушливым декабрем, с призывом молиться о дожде выступил министр сельского хозяйства Ури Ариэль. По прогнозам метеослужбы Израиля, к середине недели дожди прекратятся и начнется постепенное повышение температуры. На сегодня это все. Смотрите нас завтра на Первом Еврейском в это же время. Всего доброго и до встречи.